Привет! Эй, отрибор! У Звёздного Капитана вышел новый ролик, и как он нам и обещал, он сделал видосик по телепузикам, который назвал Ужасы телепузиков Я смотрел в детстве немножечко это шоу Оно тогда было даже очень странным и кринжовым И я не хочу его пересматривать, но ужасы телепузиков Я бы посмотрел с удовольствием, поэтому погнали, сделаем это Уверен, что будет мега-крипово И, скорее всего, мега-противно, так что поехали В данном видео я расскажу вам про ужасы телепузиков Давай Какая мерзость Сегодня мы с вами обсудим одну фанатскую анимацию, комикс, игру и запрещенный к показу эпизод Даже есть комикс Запрещенный к показу эпизод? А Ютуб не забанит этот ролик? Изуродовавший психику многих детей Так, окей Не забывайте ставить лайки, если вы хотите еще подобных выпусков Фрагменты серии без змеи Это вот это запрещенный эпизод? Какая же это мерзость? Фу Ааа Давайте обсудим одну очень крутую фанатскую анимацию, которая имеет глубокий смысл Давай И рассказывает, откуда же появились телепузики в привычном нам виде Согласно обсуждаемому сюжету, Тинки-Винки, Дипси, Ля Лейпо не единственный Тинки-Винки, Дипси Блин, кто помнит, ставьте лайк Они принадлежат культу солнца и поклоняются своему божеству Жестокому великому солнцу с лицом младенца Почти все представители видателей пузиков обитают глубоко под землей Они не могут умереть своей смертью, а каждый момент их жизни это мучение и боль Стоит в том, что в их доме нет абсолютно никакой пищи Из-за этого эти существа истощены до состояния кожаных мешков Капец, бедняги, так Потому что они очень слабы в физическом плане и могут передвигаться в основном на четвереньках Большую часть времени они просто валяются обычно друг на друге и стонут от боли Раз жесть, местный жрец приносит жертву великому солнцу Он выбирает случайного телепузика и убивает его ритуальным ножом Зачем он это делает, так? Уходится еще четыре истощенных особи, которые начинают жадно поглощать плоть и кровь своего мертвого собрата Фу, мерзость Обычно это происходит само собой среди самых голодных и жадных телепузиков Как только их набирается четыре, остальные не вмешиваются и наблюдают за происходящим А, это значит вот эти вот наши самые знакомые телепузики Это вот эти вот четыре, которые пожрали какого-то дохлого телепузика Моя жизнь никогда не станет прежней А почему сразу они не могли вылезти на поверхности? Типа были настолько слабы, а эти сейчас пожрали кости, кожу и кровь и стали сразу сильными Те же имена, Тинки, Винки, Дипси, Ля, Ля, Ипо, должны будут развлекать Великое Солнце в течение месяца После божество сжигает их и цикл повторяется Охренеть, вот это мерзость Существует и другая Какая жесть Так Так Нифига себе И создавались они на протяжении многих сотен лет Перечисленные же герои живут на ограниченной территории и не могут ее покинуть Они являются так называемой тестовой группой, о чем сами не догадываются За ними следят 24 часа в сутки, изучая их поведение, активность, состояние здоровья и другие показатели Ну прям реально, шоу Все это делается для, так сказать, научных целей Если вдруг Тинки, Винки и его друзья сильно удаляются от своего места обитания, то их ловят Стирают память и возвращают обратно Фига себе Сама раса телепузиков является невероятно продвинутой Я бы не сказал, что они продвинутые По-моему, они там даже разговаривать нормально не могли Так И сделал вот из них вот такое вот чучело Ужас Так Так Капец Происходит это следующим образом Ответов Бедные телепузики, бедная моя психика, ужас Лакомство телепузик начинает испытывать страшные боли и слабость Так Через несколько часов он умирает Из-за... Ой, какая мерзость Вирусы в креме тело мутирует, превращая труп в ужасное существо, известное как слэнди-пузик Напоминать оно... Что-то у меня прям мурашки по коже Будет, что логично мертвеца Плюс вирус может оказать дополнительное воздействие, что приведет к выпадению глаз из глазниц Появлению новых конечностей, увеличению размеров и изменении цвета кожи смехом Это вот эта вот херня была раньше телепузиком У мутированного трупа будет всего одна задача Убивать все живое Офигеть В случае с тестовой группой первым изменился Тинки Винки А затем он поубивал всех своих друзей Лекарства от слэнди-пузикового вируса не существует Да, но нафиг теперь никому не надо, потому что все равно все дохлые По заявлению разумного пылесоса Нуну, телепузики именно такими и должны были быть изначально Чтобы мочить всех? Сильными, умными, быстрыми, не испытывающими эмоциями С большим количеством конечностей и бессмертными Он... Сраный пылесос, а! ...решил, что машины, создающие телепузиков, изначально ошиблись И сделали их слабыми, глупыми и слишком эмоциональными Нуну, к слову, не только заразил пузикрем Тинки Винки, Дипси, Ляля и По Но и поместил вирус в инкубаторы всей расы телепузиков Капец Это означало, что все рожденные впоследствии представители этого вида сразу же погибали и мутировали Какая мерзость А после отправлялись на все еще живые... Это как будто какие-то живые камни ходят ...живых собратьев, чтобы сделать их себе подобными Зомби-телепузичный вирус Концовка у игры при любом раскладе довольно печальная Вы можете просто погибнуть или все-таки выжить И попытаться помочь военным уничтожить мутантов Но силы будут в любом случае неравны И телепузики прекратят свое существование Можно вообще повести себя как последний ублюдок и присоединиться к Нуну Но сумасшедший пылесос в конце концов просто сбросит вас в чан с зараженным пузикремом Вот гандон, а! Вот почему я не люблю пылесосов, потому что они уроды, а! ...сделав одним из перерожденных монстров... Жесть Какая жесть Переходим... А где руки-то вообще непонятно? ...запрещенному эпизоду... Давай! ...в апреле 1997 года... Нифига себе, это настолько они старые, жесть ...запустили серию, в которой лев на колесе... Какой я старый? ...следовал медведя на таких же колесиках... Да блин, они какие-то криповые, я б тоже запретил эту серию Хорошо, я ее не видел ...за ними наблюдали и веселились Казалось бы, что такого? Так Но в итоге этот эпизод запретили к показу в нескольких странах Почему? ...признав его содержимое неподходящим для детей Ну-ка, ну-ка ...притиковали все Дизайн новых персонажей, странную музыку и визуальный ряд Ну дизайн у персонажей прям реально криповый Что самое интересное, так это то, что скандал произошел не на пустом месте У многих детей после просмотра серии действительно происходили самые настоящие истерики и нервные срывы Жесть Некоторых ребятишек даже водили к психологам Почему у тебя произошел нервный срыв, дорогой мой? Я посмотрел телепузиков Позднее, в 2000 году, после существенной редактуры, эпизод вернулся на экраны Казалось бы, дети же смотрят и более жуткую херню, от которой даже взрослым будет не по себе Согласен И у них поедет кукуха Что могло напугать ребятишек в шоу, где главный герой это криповые разноцветные мутанты с телевизорами вместо пуза Какая жесть Как я вообще херню эту смотрел? Давайте поближе познакомимся с этим вроде как жутким эпизодом И вы уже сами сделаете соответствующие выводы Так, давай Начинается все с того, как телепузики пугаются страшных завываний какого-то зверя Что это такое? Некто пока еще невидимый говорит, что он медведь и что он надвигается Существо появится... Я медведь и я надвигаюсь Начинает кататься взад-вперед, мило смеясь Какая крепота! Чем он там внизу страшно, побоюсь спросить Также он утверждает, шлавливо закатывая глаза, что его зад тоже довольно жуткий Чего? Потом хищник начинает искать медведя, который прячется Все замерзли вообще Чего-то хищника начинают играть в догонялки, издавая мерзкие звуки И в итоге просто уезжают Они же пердят там? Все Лично я так и не понял, что страшного показали в этом эпизоде Ну потому что ты уже не ребенок И, наверное, поэтому психика сформировалась И вот из-за этого Да, Лёва и Миша выглядят довольно крипово Создавая ощущения обдолбившихся наркотой студентов А ты ими наркотиками Научка И то, что такой трэш творится в телепузиках постоянно, и именно этот момент почему-то кажется самовменяемым. А что вы думаете по поводу льва и медведя? Не, на самом деле я сам не понимаю, что там такого, что можно запретить. Но выглядят они прям реально странно. Так. Отец. Я всё комик жду. Ну ты видел? Видел? У нас наступает ещё очередь комик. Офига себе. Телепузики вместе с Соником? Так. В нём Тин Ковинки встретился с самим Соником и решил помериться с ним силами. Телепузик видит в своём оппоненте лишь обычного никчёмного ежа. Так. Соник отвечает, что сейчас научит фиолетового гада манерам. Чё-то какой-то злой ёж. Кивинки достаёт нож и хочет порезать своего противника на лускуты. А уверен, что получится. Соник-то так-то быстрый. Но не успевает он моргнуть и глазом, как ему самому ломают коленом нос. Офигеть. Телепузик недооценил скорость врага, и тот, разогнавшись, врезался в его грудь ногами. Так. Ломая несколько ребер, вдалбливая глубоко в землю. Жесть. Какой-то Соник здесь злой. Соник прощается со своим противником, называя его слишком слабым, и уходит. Так. Но Тинки-Винки не собирается так легко сдаваться. Он меняется, увеличиваясь в размерах и становясь невероятно сильным. Очевидно, жрану взоражённого пузикрема. Нихрена себе, огромная туша. Затем он ударяет ежа кулаком, посылая его в полёт. А как вообще он не среагировал? Он же быстрый, он мог бы убежать. Телепузик радуется, считая, что он смог убить глупого Соника. Офигеть, блин. Колея в земле. Но она почему-то в воздухе. Это как работает? Но тот внезапно появляется возле него. А почему он летает? Он же не золотой. Тинки-Винки пытается сдавить противника руками. Дай, дай, дай. На урде у ежа появляется несколько новых глаз, которые магическим образом отрубают телепузик у конечности. Какая мерзость. Завеченное существо просит не убивать его. Please don't kill me. Но Соник разрезает его тело на две части, прекращая страдания. Какая мерзость. Это всё на сегодня. Это просто жесть. Вот это крепота. Но сумасшедший пылесос в конце концов просто сбросит вас в чанс. И за муха полетела. Всё? Это ещё так мало было неудавшихся дублей? Блин, печально на самом деле. Но ролик получился прямо офигенный. Вот сейчас у меня мурашки по коже бегали. Мне было мега мерзко и жутко. Не люблю телепузиков. А сейчас я их... Не люблю ещё больше. Но ролик получился прямо офигенный. Лайкусики я уже поставил. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки И обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии Ну а с вами как всегда был Reborn, всем спасибо за просмотр, всем пока!